Когда в доме нет мужчин, женщина не ощущает своей жизнью. Нам оперен, надо было выходить сам. Выходи, выходи. Если такая муха есть, выходи, Валентина. Выходи, пока не застарилась, как я. Мам, ты знаешь, я мужчинам не верю, они все ослепные. И я, и я не верю, я вот им вот настолько не верю. Ну нет, ну что, они все ослепные, они сидят тут, тушат свои газеты, а каждым ездим в ядро, мам, они сидят тут, тушат газеты, у всех такие умылые лица, никто ни на кого не смотрит, перестаешь ощущать свой пол. Вообще образованной женщине практически невозможно выйти замуж. Ваня, говори так, я бы с твоей внешностью уже бы десять раз вышла завтра. Да, да, да. Выходи, выходи, да. Ты мне говоришь, выходи, когда я собралась выйти замуж, ты сделала все, чтобы я осталась одна. Вань, у меня давление, у меня сердце пощадило. Ну у меня тоже сердце, нервы, и меня никто не щадит, меня никто не жалеет. Даже собственная дочь. Это тебе награда за то, что ты ко мне так относишься. Как я к тебе нормально отношусь? Я вообще ко всем нормально отношусь. Мама, пойди сюда. Она не пойдет. Она не пойдет, я ее узнаю. Она не из бедности, она из упрямства, она не пойдет. Не поведешь же ты ее насильно, как козу. Поведу. 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 Потом спасибо скажу. Как я. Как ты. Вот, вот у тебя никому нет ни сочувствия, ни жалости. Ты чего хочешь от меня? Что? Ты хочешь, чтобы она родилась? Ты это хочешь? Нет. Нет, ну что ты такое говоришь? Ну надо же как-то посочувствовать. Надо посострадать. Она любит. Она любит. Кому я говорю? Я никогда никого не любила. Я никого не любила? А что ты знаешь о моей любви? Я любила только одного человека, твоего отца. И когда его убили, после войны, у меня посидели волосы. сейчас я покрасил чернила ну и что ты хочешь сказать что после него никого не было? естественно никого и не было ну и что? а вот и у меня не было ну и что? и у меня никого ну и что? а то не было никого а я что думаешь не могла как другие? ты думаешь не было желающих? и что? ну и выходи, а что ты не выходишь? скажи пожалуйста а что ты меня замуж будешь? не нужна да больше? да нет а что ты не выходишь? выходи сейчас ты говоришь выходи из-за тебя же и не вышло да здрасте семья может быть я тысячу раз предпочла бы иметь отчима по крайней мере ты была бы занята кем-то другим не торчала бы мне на душу ты думаешь ты легко на твоя калет ходить в девочках каждый раз отпрашиваться когда тебе нужно куда-то пойти ты не выходишь а зло мне другие бабки и в семьдесят пять находят себе женихов а тебя не заманишь вот ты меня замуж так понял старая не нужна да? ну послушай ну я хочу иметь свой дом и свою семью а если этого нет то по крайней мере жить одной одной пойми я свободный человек в свободной стране не смей посягать на мою свободу почему я не послушала умных людей говорили мне ох поплачешься ох поплачешься если с дочерью съедешься так нет же нет а ты будешь мне поедать на север пенсия гроба не понимаю ну не понимаю а что это так лучше для вас? а теперь готова на родной матери в гробу танцевать боже мой ну не хочет понять ну не хочет я не могу больше так я уеду я уеду и думать про вас забуду вы зачем? я почему не уезжала я думала как вы тут без меня все теперь я уеду не надо я уеду мне предлагают не думать мне предлагают экспедицию в пустыню вот мужчины не женатые между прочим уеду все от вас мне ничего не нужно все ничего зачем это тебе уезжать? это мне надо уехать я уеду да? уеду в Мурманск поработаю там года три заработаю денег куплю себе домик буду жить там одна посажу картошку огонь и чтобы духа вашего там не было с собаками лучше жить чем с вами и � куя вот открыть что?! давай Давай открывай! Балуй дальше! Дальше уже некуда! Ты никуда не уедешь! Ты никуда не уедешь! И ты никуда не уедешь! И ты не купишь свой маленький домик в деревне! А тебя никто замуж не возьмет! А ты никогда не встретишься со своей фронтовой подругой! Не ври! Не ври! Не ври! Не ври! Зачем ты мучаешь о твоем ребенке? Почему же ты ее мучаешь так? Пусть замучаешь вас! Вы сами кого угодно замучаете! На, открывай! Открывай! Делайте, что хотите! Рожайте! Только потом не жалуйтесь! На, не плачьте! Ты не сможешь жить в деревне, мама! Это смешно! Почему это? У меня папа из деревни, мама из деревни! Ну, мама и папа, может быть, а ты не сможешь! Я сама деревенская! Ты вообще не деревенская! Ты как-то не городская, не деревенская! Послушай, мы все хотим на природу, но что с ней делать, мы не знаем! Мы все хотим уехать в деревню, но никогда не бросим в город, понимаешь? Ты что, думаешь, я не хочу жить в деревне? Можешь вопрос? Конечно! А что ты там будешь делать? Ты сейчас серьезно, что я буду делать в деревне? Ощущать! Ощущать! Дышать! Нюхать! Нюхать она будет! В деревне работать надо! Кров дарить! Хлеб растить! Она нюхать поедет! А я скоплю денег и куплю маленький домик! И посажу огород! Мне смешно, слушай, правда, не сможешь жить в деревне, мама, это смешно! Ты просто умрешь там! Умрешь там без своего телевизора! Ты даже здесь не знаешь, чем себя занять, если он не гудит у тебя под носом! Вспомни прошлый год! Вот вспомни, кстати, это было очень показательно! Мы накопили денег! Мы сняли дачу! Боже, как я мечтала отдохнуть! Как я хотела побыть месяц без вас одной! 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 Одной? Впервые же день привела к тебе! Откуда ты знаешь в какой? Соседи видели, как ты привела этого! Этого не надо! Не надо! Я знаю, что ты хочешь сказать, что ты высокорастливый и порядочный человек! Интеллигент в третьем поколении! Но ты раз не могла это пережить! Не прошло недели, как тебе прикатило! Ты все ходила, все внюхивала! Форточка накурена! Туалет! Мужчина! Подумайте, какая трагедия! Мужчина в доме! Боже мой! Я тебе говорила обыкновенная женская ревность! Ну, конечно, я одна, а ты одна, а у меня появился мужчина! Ты не могла это пережить! Ты поэтому прикатила! Боже мой! Боже мой! Замолчи, Валентина! Как змея ты шипела! Валентина! Туалет! Мужчина! Валентина! Валентина! Я пустая! Я беспомолная! Я не слышу! Я не слышу! Я могла бы носить! Нет! Я могла бы рожать! Вот здесь мне пусто! Куда мне иди, скажи куда! А я знаю, куда! На панаде! Ой, стыд! Я не слышу тебя! Я не слышу тебя! Поконите, Валентина! Я не слышу! Стыд! Стыд! Перестань заматать с мужем! Жила! Сколько я жила с мужем? Не знаю, сколько! Вот скажи, сколько! У меня тридцати не было! Когда его убили! И с тех пор я одна! И с тех пор у меня никого! Ну и что, да? А что ты думаешь, я не могла как другие, да? Ну просто мы трудно жили! Я не могла думать о мужчинах! Я жила для тебя, Валя! Я понимаю, мам! Я просто не понимаю, что толку стройки с себя не единность! Я же помню, как к тебе ходил этот... Валя! Дядя Вася! Нас еще пораньше помню в школу! Отпустили! Я захожу! Ой! Дядя Вася! Я просто думаю! Ничего себе! Нет! Я просто... Я просто... Я ничего не имею в виду! Я просто говорю, что толку стройки с себя не единность! Мама! Чудовище! Ну, боже мой! Почему такая реакция, мама? Чудовище! Что? Я вырядила чудовище! Ну почему ты, мама? Ну почему ты так реагируешь, как будто я тебя попрекаю? Я тебе напоминаю просто! Чудовище напрекать, мася! Молодец, что ты, дядя Вася! Молодец! 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 Ты молодец! Что и все работало только на вас! А я тебе и говорю, ты молодец, что и работала с дядей Вася! Молодец! Люди! Люди, смотрите! Ну мам! Я родила чудовище! Ну что такое? Я чужими не помню! А знаете, люди, это чудовище, что матери осталось недолго! Мама! Вася, Джордж умрет! Мама, мы все умрем только в разное время! Нет, не все, не все! Ты ничего не знаешь! Ты не знаешь, что у меня обнаружили! Боже мой, я не могу! У меня обнаружили такое! Анализы показали такое! Мне страшно сказать! Мама, это уже было ровно год назад! Вот сейчас ты сначала сядешь сюда, а потом ляжешь! Боже мой, я тебе не верю! Я тебе не на Сулечке! Не верю! Зачем? Почему? Почему ты мне не веришь? Я тебе говорю, я умру! Ну правда, это уже было! Почему ты мне не веришь? Было! Ровно год назад я тебя вообще не верю! О, если бы, если бы я только знала! Если бы я только могла предположить! Я бы задавила тебя в своей утробе! Я бы не стала тебя рожать! Мама, пожалуйста! Ну как ты будешь сядься! Почему вы меня не любите? Ну почему вы меня мучаете? Перестань, мама! Успокойся, Любочка! И успокойся! Успокойся, Любовь! Уставай, страна, родная! Вставай на снег липой! С押чить за силой золою! Своя твою водой! Люба, у меня к тебе одна просьба. Когда я умру, оставь эту пластинку. Мам, не говори так, пожалуйста, не могу. Грехно мне, Валя. Грех большой. Я хочу туда, к ним. В то время к моим товарищам, дорогим. Я все время о них думаю. Они стоят у меня перед глазами, мои товарищи дорогие. Мы не боялись смерти, Валя. Мы были какие-то патриотки, что ли, я не знаю. Какие-то храбрые. Но мы не боялись смерти. Я иногда думаю, глядываюсь назад и думаю, что у меня было кроме войны. Ничего. Ничего не было. Я хочу туда, к ним. Мы так мечтали о светной и радостной жизни, которая начнется после войны. Вы так верили, так верили. Лучше бы я погибла с ними тогда, говори так, пожалуйста. Разве я сейчас живу? Разве это можно назвать жизнью? Не нужная вам чужая? Пожалуйста, не говори так, мамочка. Не любите вы меня. Зачем ты говоришь так, мама? Чтобы ты, Валя, сейчас не говорила, я одна. Нет, мама, не хочу слушать. Это перестань так говорить. Не надо так говорить, пожалуйста, мамочка. Ну, не говори так, мамочка. Ты тоже, ты тоже виновата. Понимаешь, мама, но пока мы живы, еще все можно исправить. Несмотря на то, что мы разные дамы, Любу надо освободить. Мам, ну почему мы про Любу забываем все время? Ты знаешь, мам, человека нельзя держать заперти. Человек свободен. Какое-то прекрасное слово «свобода». Я хочу выпить за это. Я хочу выпить, мам. Я хочу выпить с тобой. Я не против. Давай, подвигайся. Конечно, не против. Давай выпьем за новую жизнь, мамочка. Нет, не так. Давай, так я тебе скажу. Давай, за то, чтобы с завтрашнего дня мы начали новую жизнь. Так, давай. Что там такое было? Не знаю. Давай. Протирали, протирали. Не против мне ничего. Давай выпьем за новую жизнь. С завтрашнего дня. Ну, какая же ты у меня, а? Ну, какая же ты у меня, старенькая. Морщина столько, волосы седые. Мам, я тебя люблю, мам. Ты знаешь, как я тебя люблю. Я помню, какая ты была в детстве. В моем детстве смеешься, смеешься, и вдруг у тебя в глазах слезы от тебя, папа, вспоминала. Боже, как ты улыбалась. Такие ямочки у тебя на щеках, волосы светлые. Как ты пела, мама. Помнишь, был какой-то концерт в госпитале? И ты выступала, потом такая стоишь в луче света. Весь зал с умиранием на тебя смотрит. Потом ты закончила. И весь зал взорвался, тебе все хлопают. Ты стоишь в луче света, кланяешься, кланяешься. А потом такой высокий военный такой вышел. Помнишь? Руку тебя поцеловал такой, помнишь? Я не помню. Ну, как же такой высокий такой военный? Я не помню. Ну, как же ты не помнишь? Я же помню, что ты пела, мам. Ты пела. Хороши весной в саду цветочки. И еще лучше девушки весной Встретишь вечерочком девушку в садочке. Ну, красавица. Ну, какая же ты у меня красавица. Давай выпьем еще, мамочка. Давай выпьем за тебя, за красавицу. Ну, какая же ты у меня. Держи. Мама, ты чего плачешь? Я тебе, Валечка, плачу. Это я во всем виновата. Ты меня прости, Валя. Ну, за что? Мне тебя не за что прощать. За что? Есть, есть. Нет, вообще-то я вообще не... В чем? Вот с художником. У тебя бы все могло получиться. Все из-за меня. Ты вообще не виновата, если ты думаешь, конечно. Да, да. А потом, ты знаешь, мамочка, нет, ты вообще не виновата. Я бы... Я бы... Я бы... Я бы... Я бы... Я бы...